всем доброго времени суток с вами канал art money и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот лепешки мексиканские пшеничные оригинальные тортилос а покупала их фикс прайсе вот здесь вот три штучки они такие немножечко мягенькие так так они выглядят сзади на все вот это будет фотографии в конце ролика так здесь у нас а 4 штуки даже раз даже стали сделать 4 предыдущий раз я их покупал их было три когда сейчас 4 265 грамм изделия хлебобулочные короче тут все такое написано а рецепты тут даже два рецепта это хорошо можно будет попробовать и давай давайте откроем а тут тоже вот рецепт а вот я смотрю три картинки а рецепт 2 давайте да вот тут его откроем так и давайте посмотрим давайте достану все так здесь что-то у нас скрепились они немножко вот они какие такие вот мягенькие такие поджаристые даже какая-то полосочка видимо они хранились не очень тоже такие они давайте попробуем сладенькая такая живется хорошо на вкус обыкновенная лепешка посмотрим весь состав состав вообще слушайте вот он большой довольно вот он идет ратата так я добавка раз два три 4 целых 4 е добавки состав довольно большой в каком-то в блоге я не помню где-то я делала сама лепешки а если хотите попробуем с вами еще раз я запишу отдельный ролик потому что это было во блоге по-моему вот они получаются примерно такие же но свои без такого длиннющего состава то что смотрите он реально он такой огромный просто вам сразу все покажу тут написано жиры углер воды так а сколько у нас килокалорий 290 в 100 грамм то есть довольно многовато вот он буррито с курицей здесь тоже ну и роллы роллы там похуже будет в виде в конце ролика будет фотография и сейчас мы с вами будем из них готовить пиццу так наверное я из этого приготовлю и что еще самое главное их нужно сразу убрать сейчас в какой-нибудь мешочек который они хорошо поместить хорошо закрыть иначе они засыхают засыхают и потом они просто ломаются вот эти вот я наверное уберу туда же обратно вот их вот так вот закрою его пусть лежит а из этого мы с вами сейчас будем готовить пиццу я уже когда-то очень давно готовила мне очень нравилось вот и хочу сейчас приготовить еще раз вместе с вами итак приготовим все для нашей пиццы здесь у меня сардельки две штуки можно колбаску использовать типа докторской вот больших можно ну разные какие вы любите соус здесь у меня кетчуп и майонез и сыр вот можно также добавлять помидорку оливки да кстати помидорка тоже добавлю сейчас такие вот у меня две помидорки и сейчас тоже быстренько покрошу и будем с вами делать это я уже потом покрошу так и давайте с вами наш соус вот так перемешаем превратим в однородную массу у нас должно быть с вами заранее уже все готовое потому что это делается все быстро и пицца вас ждать не будет пока вы там нарежете пока вы там это и это так ну вот наша сковородка она должна быть абсолютно сухой то есть мы масло не льем и мы ее включаем включаем и кладем нашу основу для пиццы ждем пока она немножечко с той стороны поджарится и сейчас я скажу что будем делать дальше также мы все рядышком кладем у нас должно быть все рядом уже готовы как я и говорила потому что это все будет очень быстро-быстро-быстро-быстро сделано также нам понадобится лопатка и крышка мы ее там поглядываем чтобы она у нас не поджарилась через чур так ну вот она готова я газ пока выключила ее мы переворачиваем вот она поджарилась и у нас есть совсем немножечко времени мы тут же срочно начинаем ее обмазывать можно конечно не выключать но я выключила для своего же удобства все раскаленное горячо все обмазываем нашим соусом его сверху мы кладем нашу наши сосисочки помидорки ломти можно потоньше сделать в принципе немножко даже осталось сверху кладем наши помидорки тоненько нарезанные чтобы сок стекал сверху на колбасочку нашу и было вкусно и все это мы сверху посыпаем сыром так все это мы с вами снова включаем на средний огонь и накрываем крышкой чтобы там у нас создался некий такой парниковый эффект и чтобы помидорка у нас не осталось сырой она должна у нас немножечко потушиться вот поэтому мы ее режем в принципе мелко так ну и вот наша пицца с вами на столе она готова я выключила огонь еще какое-то время подержала ее до небольшого остывания на сковородке чтобы вот именно сыр расплавился да чтобы у нас помидорка немножечко потушилась и сейчас мы с вами попробуем разрезать это довольно сложно сделать разрезалась тут даже у меня поджарилась немножечко я люблю очень поджаристая да помидорка потушилась получилось а то я боялась что он слишком толстый у меня будет вот такая пицца у нас получилась смотрите тесто прям действительно очень-очень тонкое как получается как в кафешках здесь вот поджаристая и сыра получилось довольно много мне нравится вот и конечно естественно это очень-очень вкусно но можно было колбаску наверное немножечко вернее сардельку немножко потоньше сделать также оливки маслины можно добавить зелень мясо там может быть за место колбаски это вот самый самый простой вариант который быстренько минут за пять наверное это можно все приготовить вот давайте я его попробую сейчас очень вкусное очень сочное то что помидоры мы с вами положили это не зря и помидорка сверху на колбасу стекала даже делайте когда какие-нибудь бутерброды всегда помидоры кладите сверху на что-то на колбасу там на не знаю там мясо какое-то чтобы она стекала стекала там на хлебушек на колбаску и было очень сочное вкусное нежное здесь тоже очень-очень вкусно она еще немножечко горячее но очень вкусно очень нежное сочное мягкое то что колбаса это очень мягко с мясом было бы немножечко наверное пожестче вот и поджаристая просто бесподобно очень вкусная вот на этом мы с вами еще пока не заканчивание есть второй рецепт на такие репешечки и смотрим дальше его рецепт 2 смазываем его водичка немножечко лаваш чтобы он хорошо гнулся тут по серединке уже вот пропиталась водичка вот сейчас домазываем тут по краям где-то четвертую ложечку уже кладу чайную водички он у нас не сломался с вами так и тут у меня салатик с майонезом помидорка огурчик листья салата руккола и перчик все это у нас майонезе и ты тут мы выкладываем так и сворачиваем так вот и вот так можно еще там кстати добавить получается такой вот не держится закрывается может быть там я не знаю надо подвязываться еще чем теле проткнуть может быть как то так получилось у нас чтобы он не раскрывался можно немножечко подождать чтобы он немножко пришел себя и можно в принципе подавать к столу сейчас уберем чуть-чуть вместе с салатом это будет очень вкусно не забудьте зубочистку вытащить обязательно выглядит симпатично это у нас с вами был второй рецепт а его кстати можно начать есть с этой стороны можно сзади начать есть потихонечку потому что тут самое вкусное я думаю будет очень вкусный так рецепт второй лаваш можно использовать за место хлеба вот можно покрошить еще мельче можно добавить просто в салат как салат с криешками например вот поэтому так перемешиваем и оставляем чтобы они разбухли немножко здесь я покрошила довольно крупно но можно поменьше можно еще немножечко сверху добавить водички так ну у нас четвертый рецепт а здесь у меня картошечка зеленый лучок замороженный кстати очень вкусно очень мне понравилось огурец соленый специи чесночные у меня чеснок сушеный он есть у меня на канале и подсолнечное масло соль еще вы все это перемешиваем я постаралась порезать мелко у картошку не так конечно получилась а здесь мы немножечко его намочим водичкой чтобы это не получилось совсем сухо берем наш стакан воды и вот так вот мы ее распространяем вы можете снимать в принципе если немножко для вас это нормально можно оставить я люблю когда мягенько все вот особенно вот здесь старайтесь что она вот середина утекает проверяем гнется хорошо и выкладываем все это вот тут вот булка вот тут вот булка даже наверное немножечко многовато получилось и Сюда. Да, многовато получилось все-таки. Немножечко надо поменьше. Вот как-то вот так это делается. Да, многовато я слишком. Вот так вы ее будете держать. Можно, как всегда, закрепить зубочисткой. Опа! Вот так. И, в принципе, вот отсюда вы начинаете кушать. Очень вкусно. В прошлом мы с вами делали салат. Добавляли. Очень просто. Безумно вкусно. Вот этот будет тоже очень вкусный. Вот. И на сегодня с вами все. Я вам показала обзор мексиканских лепешек. Что из них можно сделать. Также вы можете написать мне в комментариях под роликом в Ютубе свои рецепты. И мы с вами в следующий раз обязательно их попробуем. Мне очень это интересно. Интересно попробовать. Обязательно напишите. Может быть, какие-то выдуманные ваши. Так же наберется 4 рецепта. Я покупаю. Вот. И все их 4 с вами мы приготовим. Попробуем даже. Вкусно это или нет. Я вам так же скажу, стоит не стоит это делать. Вот. Вот. Ой. Открывается. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Смотрите другие мои ролики. Так же из магазина Fixed Price. Продукты. Вот. Всякие предметы. Обзоры. Покупки мои. Обзоры. Влоги мои. Как мы с сыночком живем. Гуляем. Наши экскурсии. Путешествия. Путешествие на теплоходе. Вот. Скоро выйдет. Где-то они там рядом. Два путешествия будут. Вот. Один уже вышел. Почти второй. Скоро будет. Вот. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.